Всем привет! Сегодня у нас 19 марта, тема лайва обучения. Зачем она нужна, почему нужна, для чего нужна, как себе это я вижу, где учиться, где не учиться, ну кому что нравится, так скажем. Много раз эта тема затрагивается, периодически происходят у нас какие-то наборы, не только у нас, у многих ребят в многих направлениях, и мы, соответственно, задают много вопросов. Вот какое-то накопилось, давно я об этом не говорил, я, по-моему, по обучению мы рассказывали, вот, когда мы этот проект запустили, я, Денис и Евгений, мы втроем как бы запустили, то есть объединились и постарались выстроить именно, может быть, неправильно донесли, многие спрашивают, это именно в виде курса, то есть курс, 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 у нас нет курса. У нас как было индивидуально, так и осталось. Единственное, мы просто систематизировали и сделали много-много-много технических видео, которые должны закрыть много-много-много бестолковых вопросов, на которые просто не надо время тратить. То есть мы постепенно цивилизуемся, мы не являемся коучерами, обучальщиками, кто этим профессионально занимается, еще в придачу, я никогда нигде не учился, из-за этого у меня нет такого опыта, как, например, это выстроить технично. Я это со стороны вижу, никаких проблем не вижу, анализировать, так, сейчас я звук выключу, секундочку, у всех, кто захочет поговорить, просто-просто-просто включит микрофон слева внизу. Вот, то есть, когда возникают эти вопросы, на самом деле у нас как было индивидуально, абсолютно так и есть. Я считаю, есть два направления, это, опять же, мотивация, чтобы человека зарядили, чтобы он настроился, чтобы он там кричал Аллилуйя и вперед. И второе техническое, мы занимаем технической вещью, то есть мы никого не заряжаем, никого не пинаем, никого не заставляем, но отвечаем на все вопросы. И стараемся быть хабом, чтобы помогать людям реально достигать своих результатов. Из-за этого, когда мы сейчас, вот я говорю, у меня проблема, реально с ребятами, которых у нас прошло достаточно много, в принципе, получить видеоотзыв. Кто-то стесняется камеры, у кого-то там другие проблемы, у кого-то реально нет желания, а кто-то считает, что нет результата. На самом деле это не так. Если человек не дошел до определенной стадии, ну, например, он не стал продавать, не стал зарабатывать месяц 5 тысяч долларов, предположим. Вот, пока. Или в принципе не стал вообще. Он находится на какой-то стадии, например, он поучился там 2 месяца, 3 месяца. Но мне кажется, в этот период времени он понимает, он может рассказать не о результате своем, его же не заставлять сказать, скажи, что мы круто продаем, круто зарабатываешь или еще что-то. Вот, про холодную и горячую аудиторию тоже смысла говорить нет. А именно надо в любом случае рассказать просто, как происходит процесс. Огромное количество людей, в первую очередь, ко мне приходит и спрашивает вопрос, потому что, правильно, у нас горячая аудитория, к нам мы никогда не рекламировались, к нам просто люди приходят. Мы просто работаем, к нам приходят люди. Мы с ними работаем индивидуально и, соответственно, делаем какой-то результат, какой-то КПД. И многие приходят там, элементарные вопросы, это основная масса, сколько учеников, какой процент успешных запусков, какой процент, там, я не знаю, ну, то есть, такие вот вещи, они банальные, они постоянно одно и то же. Вот, я реально даже на это ответить смысла не вижу и не могу, потому что, ну, это надо мне, наверное, супер доверять. Мне кажется, надо войти в этот коллектив и, соответственно, у ребят спросить, мы абсолютно открыты. Вот это нужные отзывы, то, что открыты мы или нет, получаем ли, получаете ли вы вовремя информацию, как получаете эту информацию, в каком виде, что не устраивает, как устраивает. То есть, вот эти вещи, мы редко об этом говорим, и вот хотелось как раз сегодня об этом поднять. Не обязательно, как мы это делаем, может быть, как кто-то другой, я имею в виду, хороший, не надо плохого, естественно, это неинтересно, на самом деле, никому. Ну, интересно, что крутое, вот где вы что-то подчеркнули, может быть именно курсы, которые не связаны с Амазонами, естественно, не обязательно. Вот, вот в этом что, о чем я говорю. Из-за этого, кто с нами работает, вот там 2-3 месяца, например, там месяц, два, ну, то есть, в любом случае же понимание, как это все происходит. Мы стараемся, но мы реально это делаем именно, я это делаю не как кто-то сделал, я вот там в 10 местах учился, периодически я тоже какие-то смотрю, там, вебинары, там, даже не вебинары, а именно вот эти вот вещи. Но мы делаем именно как я бы хотел, то есть, я очень критично в этом отношении отношусь, я вообще к курсам очень плохо отношусь, пока на данный момент я еще ничего не нашел, вот что я могу посоветовать. Вот, потому что я их мало видел, наверное. Меня из-за этого всегда как-то меня отталкивает, то есть, вот эти все вещи. Вот, и получается так, что и хотелось бы какой-то, какой-то фидбэк, так скажем, получить, и где мы что-то неправильно делаем. То, что я делаю исключительно так, как я бы хотел получить, какую информацию. То есть, когда человек приходит, первый момент, он, естественно, хочет результат получить, но 50% людей хотят получить опыт. Они хотят, в основном, не потерять деньги. В основной массе людей, задачи, которые ко мне приходят, не потерять деньги. А те люди, которые приходят, уже получат результат, они чаще всего уже где-то ошиблись. То есть, мы их переделываем, что-то такое делаем с ними. Вот, а кто не хочет потерять деньги, то есть, им нужен опыт. Я думаю, как в ограниченном периоде времени получить максимум опыта. Мне кажется, первый опыт он будет получать на своих товарах, А второй опыт, из-за этого мы практически, все деньги, которые зарабатываем на этом обучении, вкладываем все товары, которые запускаем вместе с ребятами. В том году мы это тестировали, а в этом году мы уже в полный рост. То есть, мы сейчас запускаем там, выбираем товары, мы берем ребят из этих, из обучения, то есть, они у нас помощниками фактическими. Ну, по большому счету, они делают там, я не знаю, там, 60-70% работы. Вот, мы только направляем, управляем, то есть, какие-то нюансы делают. Вот, но со стороны, кто и не участвует, они, наверное, там, времени многих нет. Они также за этим наблюдают и смотрят. Мне кажется, вот этот опыт, он должен даться, то есть, ты уже получаешь, даже в прошлом году у нас один товар был, в этом году мы, и тот товар также продается, в принципе, с манипуляциями различными, то есть, изменениями. Вот, соответственно, в этом году, надеюсь, как минимум, то есть, мы три запускаем, там, разные совершенно товары, просто реально выбираем вместе, переговоры ведем, ребята переговоры ведут, мы им просто говорим, как надо, что надо, отправляем товары на проверку, оплачиваем деньги, все, едет товар, запускаем, получается, не получается, то есть, он не может быть абсолютно положительным или негативным, я не хочу сделать план, там, заработка 100 тысяч долларов или оборот, во-первых, я оборот вообще не люблю, слово оборот – это бред, потому что огромное количество товаров есть оборотистых, продается в туалетную бумагу или там, я не знаю, электроника, на ней будете зарабатывать 10% чистыми, ну, если вы там будете нормально конкурировать, какие-то манипуляции, может, там, а так там заработок копеечный, контейнерный вольдер, 2 копейки зарабатывать, есть, конечно, кто этим занимается, у кого, в первую очередь, денег много там, у них там завод по туалетной бумаге, я не знаю, или что-то еще, вот, у нас как бы другой подход, это минимум вложения, максимум эффект, за это, когда разговоры о оборотах, когда мне начинают там, кого-то там, в пример ставить, у кого оборот побольше, мне, в принципе, непонятен этот подход, потому что мы считаем деньги, которые мы заработали, а не которые прокрутили, прокрученные деньги – это проблема и с налогами, и с этим, и обналичкой, и куча проблем, и опять же, рискуем гораздо большими деньгами, а выхлоп получаем гораздо меньше, вот, так что, приступайте там, давайте, какие у кого есть вопросы по этому моменту, и буду тогда рассказывать, как себе это я вижу. Куда все пропали? А сайт когда запускаете? Сайт, 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 ну, как обычно, что у нас, фотографии, видеоотзывы, сейчас мы с Аней, нам копирайтер, в принципе, нужен, но мы сегодня посидели, кстати, вот, наши ученики, я уже рассказывал, я уже не знаю, я, по-моему, уже с четырьмя или с пятью, в общий аккаунт мы товары запускаем, сейчас вот с Никитой запускаем товар, вот, вот наши ученики сделали нам сайт, вообще просто мега, мне очень нравится, потом, конечно, спросим там отзывы, как это вообще происходит, они, я просто вижу, как они делают фотографии для товара, я считал наши плаги там и так далее, товары там, вот, они крутые там, Валентин, ну, ребята делают круто, я мое, то есть, действительно, прям, то есть, я с удовольствием буду делать линейку полностью через них, для Windows и все остальное, посмотрим, как это будет выглядеть, вот, насколько, ну, там прям уровень серьезный, вот, то есть, нам сейчас надо фото, нам сейчас надо видосы, осталось нам, соответственно, эти, как его называется, написать текст, но мы сейчас вот обсуждали, просто, если мы наймем копирайтера, никаких проблем нет, но нам объяснили, здесь вот это, они не знают, здесь это, и вы должны там, ТЗ сделать такое, что больше этого сайта, е-мое, да проще самим написать, ну, а потом там что-нибудь корректировать начнем, посмотрим, как это делается там, ну, не знаю, короче, то есть, вот у нас сейчас вот на этой стадии сайт уже готов, ну, как у нас сейчас, Windows конкретно по обучению, потому что мне объяснили, Windows, то есть, сейчас есть определенные услуги, товары, все остальное, раскидываются на отдельные Windows, Windows, и на Windows льется трафик рекламный, полноценный сайт, на котором будет блог, на котором будут новости, на котором будем писать статьи различные, он больше на SEO рассчитан, то есть, чтобы он по SEO продвигался в топы именно по запросам, ну, посмотрим, то есть, будем тоже обучаться, это также пригодится про движение товаров через, соответственно, американский там рынок, вот, то есть, вот такая вот история, я надеюсь... Кого днать на сайт-то будете, какой трафик? Трафик, да, холодный, чувак, то есть, мы на данный момент вот всегда обучением занимались исключительно по сарафанному радио, не более того. Ну, поэтому я и говорю, для сайта холодного трафика нужно наряду, чтобы было, чтобы... Согласен, согласен, но... ...кому они там справились... Мы же не знаем, мы же не знаем, надо тестировать, опять, это все, все тесты, все тесты, как люди ориентируются, кто идет на Amazon вообще, кому эта тема интересна. Я преподношу обучение на Amazon, там, несколькими, там, тезисами, я не знаю, для меня, во-первых, я тут не бизнес делаю, а я жизнь меняю, реально, то есть, реально, здесь можно поменять жизнь, здесь можно зарабатывать просто, там, в десятки раз больше, чем те же усилия ты тратишь в чем-то другом. Да, огромное количество, я просто вижу, интернет кишит этим обучением. Ну, а можно отбросить, мне кажется, процентов 70 просто полного шлака. Ну, вот мы видим, много раз я уже скидывал, там, где, там, мой лучший ученик, он догадался сделать такой же курс, как я, и он на этом зарабатывает, вот, из этой серии. Вот, курс, который учит, как сделать курс, собрать бабло. Вот, процентов 30 есть, наверное, полезных, вот, я не спорю, не знаю просто, но вопрос тематики, основная масса, я вижу, то, что я вижу, это прокачка твоего фактического бизнеса, ну, вот, недавно ребят смотрят, которые ниши там долбят, они, соответственно, ищут ниши. Ну, блин, искать ниши на американском рынке и на российском рынке, две большие разницы, мне кажется. Это то же самое, как пробивать ниши через Авито и Юлу, и через Амазон и Волмарт. В рублях и в долларах. То есть, ну, вот, за это, вот он и уровень. То есть, надо оно, ё-моё, вот здесь вот, просто, я понимаю, что у людей просто нет технологических инструментов, как, например, выйти туда, они и так, там, так же это все могут делать. Они там делают, там, теми же инструментами, там, что и мы делаем, естественно, не этими плагинами, не этими программами, а делают, там, Google AdWords, ну, они, там, Яндекс Директом, там, пользуются, там, и так далее. Кроме России больше, там, русскоязычного Яндекс больше никому не нужен, но неважно. В России они, как бы, в этом отношении все это делают. То есть, ну, нормально, нормальная тема. Ну, очень многие, то есть, они идут именно универсально. То есть, они прокачают готовый любой бизнес. Они все знают. Я не знаю, как так можно. То есть, они знают все. То есть, вот, я из-за этого смотрю, как-то меня это удивляет просто. Смотрю, ребята, там, 30 лет мне, а то и меньше. Они знают все. Знают, как все сделать, как там. И все связано с интернетом. То есть, они никогда, там, ничего такого руками не делали, ничего не носили. Вот, они все знают, как в интернете делают. То есть, ребята научились манипулировать вот этими знаниями, как мы манипулируем товарами на Амазоне. Круто. Я только, это самое, я бы хотел так же научиться, наверное, это делать все. То есть, это, я вообще, мне вообще мечта манипулировать именно покупателями, помимо Амазона. Научиться, как это все, вот, то есть, вот это на тоником понимание. Потому что, мы понимаем, что часто очень бывает классное фото, много отзывов. Чем больше цена, тем лучше продается. А все у тебя это будет, классное фото, классное количество отзывов, и будет самая дешевая цена, а у тебя может быть все плохо. В какой-то нише это работает, в какой-то не работает. То есть, вот это манипуляция. А на внешнем трафике тоже манипуляция. Там, кикстартер, тоже манипуляция. То есть, надо понимать, как это делать. Бывают манипуляции, естественно, белые, а бывают серые. Но, опять же, блогеров зарядили, денег им дали, а они там обычные посредственные товары рекламируют, и ничего, и не гношатся никак. Так что, как это, серый способ или белый? То есть, у нас есть просто ресурсы, и мы определенными ресурсами работаем, а они, соответственно, своими определенными ресурсами. Кто-то репутацию не хочет замарать, а кто-то наоборот. То есть, все по-разному. Все покупается, все продается. Ну вот. И то, что холодная аудитория, да, там люди нас не будут знать. То есть, здесь нас знают, и, ну, на самом деле, ко мне периодически так же. А кто вы такой? А чем вы лучше вот этих вот? Я говорю, тем, что вы можете мне лично позвонить. Вот чем я отличаюсь там от других. Вот. А туда вы не позвоните. Вы там, вот. И все равно здесь задают вопрос. Никакой разницы нет. Но там будет абсолютно холодная аудитория. Но так как основная масса, кто занимается обучением, они нагоняют трафик на пустышку. То есть, у них ничего нет. У них нет истории, у них нет, там, YouTube-канала, там, у них нет продаж толком. Да ничего нет. Они просто тему прочухали, что на этом можно заработать нормальным денег. Надо преподнести красиво, надо пойти к блогерам, надо пойти, там, написать, сделать самому сайт или, там, кого-то заказать. Соответственно, нагнать туда трафик и продавать услуги. И все. И рассказывать, как там, ногу на ногу, и как я круто продаю на Амазоне. Блин, слова ничем не подкреплены, но чувак рассказывает. Почему им не поверить? Он там часы красивые поставил, у него там стул красивый, офис красивый. То есть, и все, я мая. То есть, кто-то на это хавает. Из-за этого надо аудиторию тоже понимать. То есть, что там, бизнес на Амазоне, приезжали в Москву. Там они огромный зал собрали. А мы тут за тысячу рублей, там, 30 человек набрать не можем. Ну вот, час у нас там, неделю никого не было. За два дня набрали, если зал не хватает. Сейчас надо зал менять, а зал уже нет. Непонятно, я мая. Ну, блин, мы приходим, там информацию людям рассказывают. Там люди приходят просто рассказать, понты поколотить, что они там. А они сами вообще нет, никто и звать никак. Прочитали чисто чужие курсы, рассказывают, что народ приходит. Это маркетский. И люди знают это, и все равно приходят посмотреть. Как в цирк. Ну, нормально, что? Это личное дело каждого, е-мое. И я не знаю, то есть, я ни разу в жизни не слышал ни одного положительного отзыва об этой конторе. Ни одного вообще. Десятками, ну, не сотни людей, ну, там они, не знаю, сколько они прогнали. Несколько сотен человек, наверное, из них, наверное, человек 50 через меня прошло, которые просто... 50 никаких, и человек 20 сказали, ну, мы как бы там почти ничего не потеряли. То есть, все-таки запустились, что-то здесь. То есть, ну, и все равно, это маркетинг, это надо уметь красиво оболочь, вот это вот все сделать. Как это, куда двигаться, то есть, я не знаю, что там, как это выстраивать, вот это все. Постепенно, постепенно делаем просто, там, если сайт, он должен быть классным. Если, там, контент, тоже надо его делать, то есть, надо людей нанимать. Надо это уметь, ну, вот, из-за этого холодная аудитория, с ней надо тоже уметь работать. Опять же, люди телефоны собирают, следы собирают. У меня идея одна, сделать бесплатно самый лучший бесплатный курс, вот и все. То есть, идея на данный момент по конверсии, именно по трафику, чтобы априори все шли туда и всем советовали точно, что вот здесь, вот именно здесь, самый лучший бесплатный курс по запуску на Амазоне. Да, там, без каких-то подробностей, без личного консультации, что это самое важное, я считаю. Без сообщества, которое постепенно должно разрастаться, и я надеюсь, мы будем встречаться уже именно с сообществом и всем остальным. Вот, по интересу, так скажем. Без этого. Но там будут все до одного технического действия для запуска на Амазоне. Вплоть до стратегий. То есть, у меня же на самом деле, если лайвы открыть, там есть все. Гораздо более подробно, чем будет в бесплатном курсе. Ну, там это надо нарыть, это надо там двухчасовые, там трехчасовые лайвы смотреть. А здесь вот просто выборка, то есть, как надо запустить товар на Амазоне. Не 10 товаров взял, там, я не знаю, там, заказал, верифай отзывы и отдал на PPC. Непонятно, как отдавать на PPC, что с PPC вообще делать, что это такое? И как там, брод, экзакты, там, и фрейзы, и как там, мануалы, какая стратегия. А именно со стратегией. То есть, определенной стратегии, которой будет, в принципе, достаточно для нормального запуска. Ну, вот. Ну, люди хотят так делать, почему нет? Я не вижу никаких проблем. Будем думать, конечно, как его, чтобы это не перетошнило, вот, но все равно украдут. Все равно в интернете, что там, за 10 долларов будут, за 20 продавать, что так. Если скажут, что это круто и будет на это спрос, все равно его украдут. То проще сделать трафик на свой сайт, чтобы это грамотно было. Просто сделать, и было понимание, что люди вот заплатили деньги. За что они платят? Они платят не за видосы. Видосы технические, как зарегистрированы на Амазоне, они не стоят ничего. Мы их просто не поленились, просто записали и показали, как эта регистрация происходит. Ну, и постоянно что там обновляется. Вот. По вопросам, наверное, я потом отвечу. По частному времени, в принципе, все расценки у нас услугой в закрепленном посту, там, в принципе, все максимально подробно расписано. Вот. То есть, если там какие-то вот эти моменты есть, посмотрите, пожалуйста, там, по моему обучению, там, в принципе, все расценки есть. Но я не люблю именно часовые вот эти вот консультации. Вот. Я предпочитаю немножко другой формат. Но в любом случае никаких проблем нет. Я на связи. Позвонили, спросили, пообщались. Я всегда открыт. Никаких проблем не вижу. Вот. И, соответственно, мне вот именно видится это таким образом. Чтобы была именно структура для прожженных людей, у которых именно вот, как это раньше мы говорили о том, что ценность в обучении – это как структурированные знания. То есть, после выбора товара идет Китай. Ну, мне кажется, это идет понятное мое, что надо с Китаем переговорить все. После этого надо там начать его продавать. Ну, мы вот это вот сделаем. Но есть гораздо более важные вещи. Например, почему выбрать товар? Стратегия выбора товара. Может быть, более подробно. То же самое, что с запуском товара. То же самое. Запуск товара. Какая стратегия? Тоже надо какое-то понимание, по крайней мере. Чтобы человеку было достаточно для того, чтобы грамотно… Короче, у меня подход просто в этом деле по вот этой вот всей тематике обучения. Это именно… Вот мы как раз это касались вначале. Технология. Если человек обладает технологией, он понимает причинно-следственную связь, к чему я и стремился первый год. Просто разобраться. Почему продается, почему не продается. Вот. Потому что надо понимать, за чем мы там боремся. Мы боремся исключительно за две вещи – конверсия и трафик. На конверсию влияем мы, на трафик влияем, соответственно, тоже мы, но все зависит от Амазона. То есть, если мы в трафик пробились, получили свои сессии, если у нас все правильно сделано, но я ни разу не вспомню, что когда мы полностью сделали оффер, ценник, спланировали конкуренцию, там, я не знаю, фотографии, листинг, и если пойдут по пруд-сессии, всегда продажа пруд за ними. Всегда. Сейчас просто единственное, мы еще PPC более активно стали встыкать, потому что с верифай-отзывами большая проблема. Огромный дефицит. Потому что все торгуют одним и тем же, если товары там первый раз нормально, десятый раз нормально, но когда уже 150 раз одни и те же товары, их не берут. Все. Может быть, надо людей искать в Америке, которые будут этим выкупом заниматься, но так как мы в любом случае цель и задача всего этого мероприятия максимально цивилизоваться и максимально работать в белую, вообще постепенно к этому приходить, мы, естественно, там не сидим и целыми днями не выдумываем, как же нам там обмануть Амазон или как нам там еще что-то сделать. То есть, просто пользуемся более дорогими инструментами, потому что PPC гораздо более дорогой инструмент и чаще всего менее эффективный, чем те же выкупы. Но, к сожалению, нет на каждый товар по 100 человек, которые готовы его купить за полную стоимость. Ну, по купонам, конечно, своя специфика. Мы, купонатор, пока даже-даже рядом не видно, когда это все будет делать, сделается, к сожалению. Но, в любом случае, человек должен понимать, какие по крайней мере способы запуска товара существуют и понимать, что от чего зависит, на какой стадии это сделать. Ну, вот мы сейчас как раз об этом обсуждаем, потому что тот же сайт, он должен иметь именно наполняемость. Все? Что еще есть? Вопросов больше нету? Из, мне вот интересен такой вопрос. Твое отношение вообще вот на данный момент вот этой чаще всего воспринимаемой по правилу твоего тематики, ну, не тематики, а подходу, да? То есть чаще всего это взять один китайский товар, грубо говоря, вот налепить на него бантик, да, и непосредственно... Ну, там два есть момента. Первый – это бантик, а второй – ну, там бантик – упаковка, а второй – это расширить сет. Нет, в чем вопрос, в том, что, ну, мое личное мнение, то, что, по сути, на рынок оно ничего нового не приносит. То есть это, по сути, идет перенасыщение рынка одинаковыми товарами, чаще всего, да, например, в среде со спиннерами, да, ну, очень простой пример привести. Этих спиннеров было, ну, торговал, все, кому не лень. Вот, и вот мне интересно, насколько вообще вот оно будет продолжать жить такое дело. Сложно сказать, я вот вижу ситуацию, то есть на данный момент, чем мы занимаемся? Мы занимаемся простым бизнесом, просто перепродажей товара. То есть я там занимался то же самое всю жизнь там продажами товара. Первый момент. Вот у нас, если в основном там, ну, я не знаю, все в разных странах живут, но я думаю, мы примерно, если в странах СНГ, там, СССР и бывшего, примерно в одном, так скажем, варимся, зайдя в любой гипермаркет продуктов питания, вы увидите там 3, 4, 5, из каю чаще всего, каком-нибудь сметаны там и так далее. А в американских там 20, 25, например. Одно и то же, вопрос спроса. Понимаешь, из-за этого, если мы говорим вообще об абсолютно одинаковых товарах, ну, просто абсолютно, ну, возьмем, например, там, подсветка для унитаза. Одно время там были абсолютно одинаковые товары. Что с этой нишей произошло? Постепенно насыщаемость и потом перенасыщаемость. Цена упала, произошел откат. Сейчас у меня какая-то там ситуация, вполне возможно отвалились все и остались те, которые уже стали на этом зарабатывать. И как бы такая ниша? То же самое, шок, там, бар колор, там, аларм, эти самые, ошейники для собак. Они достаточно похожи, но там хоть какие-то вариации пошли. То же самое, 2 года назад там была ужасная ситуация в нише. Постепенно все выстроилось, все структуризировалось. Вот. А возьмем какие-нибудь, например, будильники, аларм-клок. Там огромное количество ассортиментов. Все торгуют абсолютно разными. Просто в разных нишах, по-разному она, ниша сама развивается. Все зависит от производства. Так как на данный момент мы, ну, я не считаю, что мы имеем возможность сделать какую-то кастомизацию. На самом деле. Первое, чтобы делать кастомизацию, надо контролировать качество, надо находиться там, ну, по-хорошему, иметь представительство. То есть это другие инвестиции. Второе, надо иметь представление вообще, то есть понимать товар более досконально. Производитель все равно, он уже в этой теме. Я вот сейчас хочу, там, я не знаю, торговать каким-то товаром, каким-то там, который там мерит температуру, там, датчик, там, чистоты воздуха, там, я не знаю, какой-нибудь там, влажность, барометр и все остальное в нем. Внутри я не знаю, какие показатели более важны. И я, например, не производитель, я это не могу определить. Но если, если производитель, производитель делает, ему это проще. Из-за этого кто-то производит, кто-то не производит. Мы, например, я стремлюсь всегда брать просто во многих нишах, которыми мы торгуем, новую модель. Чтобы она реально отличалась от этого нового модели. Но бывает новая модель, когда ценник более дорогой. Это неинтересно. Интересно новую модель обновления. И то есть, и постоянно, вот, например, какие-нибудь полотенца, их редко меняют. Ну, что там поменять? Ну, состав можно поменять. Там, ХБ, там, я не знаю, бамбук, там, или еще какая-нибудь там, какая-нибудь нитка, там, я не знаю, толщина, ворс, там, ну и так далее. Цвет под цвет поменять. Цвет, вот, да, многие меняют цвет, кстати. Кстати, красный американцы не любят, любят голубой-синий. Мы как-то вот такие у нас, такие тесты были, там, торговали, есть такая, есть такой момент, какие-то подарки, там, досовывают. Ну, это такая дешевая кастомизация, мне она вообще не симпатична, непонятна. То есть, я торгую полотенцем здоровым, и туда в подарок, я там, я не знаю, тапочки для гроба, какие-нибудь там, одноразовые, я не знаю, там, которые в гостинице их так дают. Зачем это надо? Я не знаю, я просто торгую товаром. Вот, и получается, что первый момент, это в любом случае происходит изменение, в любом случае происходит изменение товаров, это первое, очень важно. То есть, постоянно какие-то приходят новые модели на рынок. Просто они, мы живем же месяц, там, если в годовой ретроспективе посмотреть, реально очень много товаров поменялось. Я занимаюсь этим третий год, я очень многие товары вижу поменялись, даже вот эти несчастные подсветки для унитазов, там уже там трансформировались уже модели совсем другие. Не знаю, там, что они там делают, но в любом случае. Вот, а эти, как их звать, помимо вот этих постоянно изменяющихся, меняется сам оффер. Оффер меняться может по-разному, в зависимости от конкуренции. Цена меняется, кто-то выживает, кто-то уходит с рынка, фотографии улучшаются, что-то еще, то есть, постоянно вот это изменение, то есть, идет вот это вот, как это, ну, как алмаз, знаешь, гранят, 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 гранят. То есть, и постепенно предложение, то есть, вот реально я каким-то ножницам, я их на Алиэкспрессе за 5 баксов купил. На Амазоне они пятнаху стоят. Ну, прям реально, то есть, вот эти ножницы, я их купил, вот этот товар. Но есть, я много вещей, в основном брендованных купаю, китайские даже. Там куча брендов. И они реально на Амазоне такие же цены имеют, как на Алиэкспрессе. Даже бывает дешевле, е-мое, обидно как. Прямо реально, какие-то там хабы, какие-то там переходники для Apple, там еще, кем берешь нормальные фирмы, они на Амазоне могут быть дешевле, чем на Алиэкспрессе. Вот, то есть, вот такая ситуация. И доставляют мне еще там, я не знаю, 3 недели, а на Амазоне 2 дня. Так что, моментов много. Я не понимаю, почему Амазон, она такая огромная структура, какие у них цели и задачи внутри. Я не могу понять. Потому что, мы понимаем, что они любят покупателей. Но они не, к продавцам они относятся, как бесплатные рапсили, которые они тупо используют. Я это понимаю. Но я не понимаю, почему нельзя сделать условия для рабов лучше, чтобы они работали лучше хотя бы. Ну, там они элементарные. То есть, даже вот сейчас я сегодня мои мониторили, у чувака в тайтле прям написано, патент для тупорылых. Номер, патент и все четко. Почему нельзя Амазон просто галку поставить, есть патент или нет? Торгомарка есть или нет? Если галку поставил, все, у тебя там бренгейтинг, например. То есть, я не понимаю, там там элементарная вещь, которая можно сделать и которая выстроит взаимоотношения между дропом, онлайн-арбитражом и приватом. То есть, разграничат все четко, по полочкам расставят, все красиво и нормально. И я понимаю, я хочу перейти на новый уровень продавца. Например, я продаю с уровень 1. Уровень 2 дает мне какие-то преимущества. Уровень 3 дает мне преимущества. Эти уровни можно достигать там какими-то способами. То есть, ну это вообще не вижу проблем. И из-за этого я вижу, Амазон просто сам с собой развивается в плане оффь. То есть, улучшение самого предложения коммерческого. Или в ценовом диапазоне, или чисто потребительскими способностями более высокого уровня. Вот, и то есть, старые постепенно уходят, приходят новые, новые, новые. Ну вот, мне кажется, вот таким макаром. А то, что дальше будет с Амазоном, я затрудняюсь. То есть, я там не работаю, я вообще там не читаю там статьи, что там начальники говорят и так далее. То есть, я этого не знаю. Но я тебе скажу, на данный момент у Амазона вообще конкуренции фактически нету никакой. То прям 80% товарных запросов Америки Амазон? Ну, смотри, мы давай рассмотрим даже в плане этого. В плане вот просто где продавать. Вот какой еще маркетплейс, кроме Амазона, тебе приходит на ум? Ну, Walmart, наверное, только в первую очередь. Ну, я не американец, я же не в Америке. Нет, а я, нет, слушай, тут дело не в этом, не в Америке, не в Америке. Просто вот мы просто с ребятами там где-то несколько недель назад зазвонились, болтаем и просто думаем. Да, вот, грубо говоря, что еще, по сути, можно подключить? Кроме Амазона, да? Нечего. То есть, кроме Амазона, больше торговать негде. Хорошо. Где на eBay, опять-таки, во-первых, там трафик совсем другой, во-вторых, ну, там нету FBA, например. Да, FBA, ну, честно говоря, те, кто торгует в FBA, мне кажется, что это шикарные вещи, в принципе, не заменить. Хорошо, смотри. А, мы только сегодня по этому поводу говорили. Ситуация какая? Предположим, Россия. Я вообще не покупаю практически на сайтах, практически не покупаю на сайтах, хотя я в интернете покупаю, наверное, уже лет 10. На Taobao, где я только не покупал. Деньги отправляю там, тьфу-тьфу, ни разу вообще не было косяков. Тьфу-тьфу. Вот, то есть, чтобы там нас по фирме, когда мы покупали там какие-то там запчасти для компьютеров, нас, по-моему, один раз кинули. Вот, все. Вот, то есть, вот интернет. И получается так, мы вот рассуждали как раз, он мне хорошо говорит. Ну, вот у меня, говорит, тоже, ни один мой знакомый никто не покупает на обычных сайтах. Я покупаю в России только через Яндекс.Маркет. Ну, я не знаю, там 90 с лишним процентов телевизора, там, я не знаю, все остальное, там, за бешеные деньги. То есть, покупая там, есть как бы, не то, что Яндекс.Маркет представляет какую-то гарантию, но более-менее, то есть, я перехожу через Яндекс.Маркет на эти сайты и там все покупаю. Ну, периодически отзывы пишу. Да, то есть, периодически отзывы пишу, какая-то есть обратная связь, там, что-то они меня просят отзывы. На это смотришь, как на с амазоновской точки зрения, думаю, блин, детский лепет какой-то. Но как бы ни было, я там все покупаю. Вот, соответственно, и те же, то есть, на лендингах на каких-то, знаешь, там, купить стильки с обогревом зимой или летом какую-нибудь там фигню, которая там дует вентилятор с колеса автомобиля, там, например, присоединит. То есть, я такой бредник, я не покупаю. Но, блин, эти лендосы живут, и они зарабатывают. И по-любому... Причем, они зарабатывают очень даже не... Да, да, если, ну, единственное, они мне, кстати, одно время приходило очень много оттуда, наверное, там какой-то кризис был, и они говорят, ну, если там... Они живут три месяца. Если, говорят, вот у меня товар на этой... Застрял на таморне и показывают мне, говорят, вот вся комната, то есть, у меня забита этим товаром. Все, то есть, в тренд не попал, не успел, как со спиннерами теми же самыми. Какие-нибудь там хомяки какие-нибудь. Сумасшедшие. Да, хомяки какие-нибудь или еще чем-то. Вот. И, да, 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 всяк вот эта херня, то есть, там, два-три месяца, говорят, в основном, средняя жила. Часы, говорят, классно продаются. Особенно, там, их тестировать тоже хорошо. Поставил сайт, фотографии выложил, товара ноль. Пошли в заказы. Ты, бах, там, заказал в Китае, тебе привезли продавать. Ну, вот такой бизнес, знаешь. И это люди учат. За это деньги берут. Смотри, это вообще отдельно. Вот, я тебе за это говорю. Лендосы... Те же, знаешь, там, подделки там на лонжин. Они всегда продавались, продаются и всегда будут... Вот, я тебе за это говорю. И лендосы, то есть, просто гнать трафик, уметь гнать трафик, делать все это классно и красиво. Лендосы в России даже живут, как бы там ни было. Люди обучают этому. Сами на этом зарабатывают. И как бы никакого такого великого негатива об этом нет. И на Украине, я уверен, то же самое. В Казахстане, я уверен, то же самое. И во всех странах. Просто с меньшими или с большими объемами продав. В Америке, по-любому, еще больше. Сто процентов. Я вижу Амазон. Ну, вот, блин, я много раз спорил в группах. Я реально вижу одна мусорка, я-мое. Я в жизни не куплю блютуз-наушники от какого-то там бренда, там, зола. Да мне дары мне нужны просто, я-мое. Потому что ты купишь... Да я возьму, да. Ну, я биться не куплю, я-мое. Потому что они... Херня, я-мое. Каким там, я не знаю, там... Ну, это-то уже не вкусно. Байер Динамик, да, там, неважно, я-мое. Это уже дело вкуса, согласен. Ну, бренд. Смотри, как бы, если наушники, например, брать, значит, есть такие ниши, в которых засилие брендов уже настолько, что там, в принципе, пробиться достаточно тяжело. То есть, там, я не знаю, наушники, да, люди будут покупать Sony, люди будут покупать DBL, люди будут покупать EJBITS разрекламированные. Все подряд, понятно дело. Ну, я не буду покупать. Ну, туда залезть нереально. Ну, на Амазоне они продают, понимаешь? И EJBITS эти же будут стоить 150 баксов, а какие-нибудь там, я не знаю, ZOLO или там, я не знаю, какая-нибудь такая вот фигня будет стоить там, например, 33 бакса, 37, 29. И народ реально, американцы, по 150, по 300 штук в день, каждого этого говна на первой странице купает. То есть, я о чем говорю? Это о том, что спрос в Америке, он абсолютно разный, покупатели абсолютно разные, и они, основная масса американцев, покупают дрянь. Вот так. Ну, по Амазону вот так, но куча ниш, из-за этого ты мне говоришь, будут они убираться или нет? Да я кучу вижу ниш, в которых я даже здесь, находясь, знаю американские бренды, и на Амазоне их нет. То есть, они где-то в других местах продают с нами. Оффлайн, может. Многие говорят, да я, зачем мне вообще это, Амазон, там, говорят, все намного дороже. Волмарт зайдешь, даже без скидки то дешевле будет. Я, говорят, мимо, волмарт проезжай, я, говорю, я никак, вот у меня есть полно учеников с Америкой, он, говорит, вот один мне говорит, я никак не могу понять, вообще, что там на Амазоне они покупают. Никак, вот что не посмотрю, не надо что-то купить. Я скажу, волмарт все дешевле. Значит, я скажу, Амазон какая-то или магия, или что, я сам начал здесь активно покупать на Амазоне. Вот доверие, понимаешь? Ну вот, вот и все. Вот, соответственно, получается... Волмарт ехать надо, время тратить надо. Согласен, согласен. Кому-то удобно, кому-то нет. Согласен. Тебе привезли... И возвраты, доставка. И возвраты, доставка, то есть, понятно, я за это говорю, то есть, Амазон... Никто с дивана не ходит вставать, просто. С дивана вставать, как у тебя, лампочки, похлопал. Как, что там делаешь? Хлопаешь, что ли? Ну, да. Обнаглели совсем. Я еще такие не поставил себе. Вот, то есть, вот так вот и живем. Я за это говорю, то есть, реально, реально, так как я там не живу, у меня это и минус, и плюс. Минус то, что я, естественно, не могу понять менталитет, не могу понять туда-сюда, и мое мнение, которое складывается из-за умозаключения других людей, оно, естественно, корявое. То есть, если я пожил там, у меня по-любому было бы оно чуть-чуть другое. Но, как бы там ни было, с другой стороны, у меня зато нет штампов. То есть, у меня нет такого вот... У меня штампы местные. И так как я их здесь отбрасываю и понимаю, что они там не работают, у меня их, в принципе, не так много. Вот, но бывает, я, наоборот, накладываю тему, которая здесь прокатывает и там прокатывает. На самом деле, она реально работает просто на людей. Не важно, американец он или казах, или русский, или украинец, там, не важно, какая разница. Оно везде работает. Вот, люди хотят купить качественные товары за недорого. Вот и все. И когда я шел на Амазон, я реально этого не понимал. И со временем я понял, что цена имеет значение. Огромно. Естественно, везде по-разному. У меня просто есть товары. Пока на данный момент, правда, я его никак не разбаню, но в любом случае они у меня едут на другие аккаунты, так что будем считать, что они есть. Ну, там просто диапазон цены при смене, там, я не знаю, в полтора раза у меня как Lighting Deal. То есть, продажа в два раза выше. Поднимаешь в два раза ниже. То есть, вот такой жесткий барометр, такое жесткое изменение спроса и предложения на дни те же товары в течение одного и того же времени практически. То есть, это можно сделать, там, сутки так поторговать, сутки так, полсуток так, полсуток так. Это все эксперименты. Можно ремарку по поводу брать? Нужно. Привет всем. Привет. Просто, что хочу сказать. Вот Amazon своим примером, он показал, как можно зарабатывать деньги, не имея такого традиционного ритейла. Ведь если, по сути, посмотреть, Amazon Fee примерно 30%, 30-35% от стоимости товара. А Distribution Cost в Walmart составляет те же самые 30-35%. Но при этом Walmart еще арендует еще. Walmart имеет кучу персонала, логистическую составляющую. Поэтому и Walmart тоже стремится, я думаю, к FBA. Потому что по FBA он уже работает. Если вы зайдете на сайт Walmart, будет куча продавцов, которые не имеют к Walmart никакого отношения. Он занимается только и продвижением. Поэтому переживать о том, что... У Amazon тоже много площадей, много скудов. Я думаю, что, в принципе, Amazon и Walmart могут даже посоревноваться. За оправдан? Нет, тут просто принципиальная разница. У Amazon storage, да, то есть там вэрхаусы для хранения, у Walmart, как правило, весь товар, он минует вэрхаусы, он сразу выставляет самокол. То есть у них, ну, как бы, немножко противоположные вещи. Просто смысл в том, что все на примере Амазона увидели, что можно зарабатывать деньги именно не имея прямого контакта с покупателем. Ведь вот не сказал про рабов там, да, что в Амазоне. В Walmart рабы живут еще хуже. То есть у Walmart бюджетирование. Если ты продал там сегодня свой товар, ну, я имею в виду через традиционный ТВ в Walmart, то ты деньги получишь не раз там в две недели, а через два месяца после того, как продал. Поэтому в этом плане Амазон гораздо привлекательнее для таких продавцов. FBM, FBA. По поводу 30-35% fee, просто Walmart тратит на полочное пространство именно магазинов. Амазон именно тратит на полочное пространство складов и доставки. Денис, я не говорю про fee Amazon, ой, Walmart. Я говорю distribution cost в Walmart примерно 30-35%. На оценку, понятно. Да. Поэтому, в принципе, те же самые деньги чарджет и Амазон. То есть, в принципе, схема понятна. Я просто к чему говорю. Вот я не вижу никаких опасений. Да, это как раз я вот... Не, не, тут разговор не об Амазон. Нет, тут опасения именно о товарах, которые мы торгуем постоянно. То есть Амазон, они стремились от eBay сначала отличаться, что много листингов не было. Денис, в Walmart такое же самое говно продается. Если там перейти из Walmart в другую сеть, примерно одно и то же с разными лейбами. Вот и все. Ну, понятно. В принципе, это стандартная ситуация. Сегодня, кстати, интересный мне разговор был с ребятами. Потом расскажу. Они занимаются... Ну, если у нас как бы контакт заладится, заработаем, сработаемся. Они занимаются как раз видеонаблюдением. И у них есть бренд в Америке. Они продают через кучу сетей, через онлайн. Вот они как бы... У них, в принципе, на Амазоне продажи так себе. Может быть, сконнектимся, поможем, может быть, попытаемся помочь по Амазону. Они, в принципе, помогут зайти в любую сеть. Ну, какими они там торгуют. Он просто назвал мне эти сети. Я просто не запомнил. Вот. Потому что плохо знаю американские. Ну, помимо Walmart, все остальные плохо знаю. Вот. Так что постепенно количество даже русскоязычных ребят, которые занимаются, на самом деле, вот этими всеми продажами в Америке. Это вот я и говорю, коннектиться надо просто. И все, е-мое. Тут ничего такого нет. Еще там полгода назад я не знал, как это все сделать. Сейчас все больше и больше таких ребят всплывает, которые не знали про наше сообщество. Ну, вообще про нашу тему, что мы там вот два года активно развиваемся. Это уже не было два года назад. Ровно в это время, сейчас что у нас какой-то? Март. Март, март, март. Я зацепил что-то в начале января. Как сейчас помню, 27-го в Sales Hub был второй интенсив. За какие-то там, я не помню, 150 долларов, что ли, е-мое. Вот. И как раз вот это вот только-только зарождалось там. Вот. То есть не было ни информации, ни видосов, ничего. То есть это вот март, такая вот точка, начальная, так скажем. Вообще ничего в интернете не было. За два года столько всего изменилось. Конкретно по этой тематике. То есть она развелась. Очень-очень-очень интересно, очень нормально. Теперь просто надо развиваться дальше. Вот и все. И то, что канал избытый, то, что одинаковыми товарами торгуем с лейблами, выживет сильнейший просто, я так считаю. Тот, кто кастомизирует товар частично, кто-то его может быть запатентует, кто сделает торговую марку. Потому что очень многие товары, например, можно, берешь новинку и сразу ее патентуешь. То есть она у тебя зашла, а зашла и сразу, понимаете, первый месяц. Сразу отдал на патент, на дизайн, ты уже себя чем-то, ну, то есть ты уже обезопасил. Тем более бывают товары достаточно простые и достаточно только формы. Конечно, там патент на изобретение уже совсем другая история. Но можно и так. Вот сейчас я только что смотрел товар. Все торгуют по 12 долларов, а чувак торгует по 25, по-моему, долларов. Абсолютно простой товар. До смешного. И у него прямо в тайтле написано номер патента. Естественно, у нее патент на дизайн, я уверен. Я не смотрел, правда. Но там сомневаюсь, что у него изобретение пластиковое, какая-то фиговина, е-мое, все. Вот. Так что все эти товары просто будут умирать. Старые модели отваливаться. Все остальное. А по поводу претензий к Амазону, который у меня, и вот по поводу, например, чему нельзя научить, это вот этот, как его звать, постоянное, постоянное, не то, что даже изменение правил на Амазоне, а то, что я не понимаю, как работать, например, с покупателями. Амазон закуп... На данный момент какая основная проблема? Я могу всем по секрету на ухо шепнуть, что конверсия, к сожалению, на данный момент, я вижу, не от фотографии зависит. Вот. То есть вы сделаете самое лучшее. Я вообще не знаю. Ну, прошлое такое нереальное. Плюс маркетинг. Вы все правильно выстроите историю и расскажете на фотографиях. То есть вы сделаете все. И вы будете отличаться. Блин, отзывы, короче, сильнее влияют. Если вы поставите наговенную фотографию, там, один... Мы, наверное, многие обращали внимание, товары брошены. Одна фотография, максимум две. И не обязательно фильтровать для холодильников. А на обычных товарах абсолютно, вокруг которых находятся суперфотографии, суперлистинги, там, я не знаю, и все остальное. И дешевле, и так далее. И все равно им продается хуже. Потому что вот эти 5-10 тысяч отзывов будут больше влиять, чем совокупность всех остальных факторов. Вот. Просто это стоит очень дорого. Этим надо заниматься. Это набивается очень дорого. Ну, склейки там, конечно. Но если ты по-настоящему это все набиваешь со временем. И вот самая проблема то, что я понимаю вот эти старые товары. Раньше с отзывом был гораздо проще, нормальный. А сейчас ситуация превратилась в вообще нездоровую. Амазон, я понимаю, они это делают. Они просто не понимают, как с этим вообще бороться. Потому что сейчас откроешь, все могут отзывы написать, начинаешь с манипуляции с отзывом. Закрываешь всем, непонятно, что за товар вообще. Должна быть обратная связь. То есть вся фишка Амазона, что идет. И они вот эти вот там, айпишники, программисты. Одни программисты борются с другими, и получается все равно фигня и непонятная тематика. И вот на данный момент меня вот это напрягает. И все, все баны, все, что связано в приват-лейбле, я не говорю про дропт и все остальное, оно все связано вокруг отзывов. Потому что, блин, отзывы огромное количество влияют на конверсию. Пипец как. Просто я, на примере, я тестирую не очень долго склейки. Ну, два месяца. Я могу сказать просто, есть товары, которые были брошены, там, 20, 30, 50 тысяч бестселерант, ноль продаж, просто тысяча отзывов, 80 продаж. Через две недели. Вообще ничего не делаю. Это не на всех товарах такая тема, но часто такая. Это просто какой-то дурдом. Естественно, это все временно. Естественно, отзывы отцепляют. Естественно, много всяких проблем. Но это так. И дело не фотография. Вот только что товар не продавался. Из-за этого я говорю, много всяких моментов. Вот мы там в Москве встречи-то эти организовываем. И многие из Москвы не приходят на эти встречи. Да это вообще бред просто. Мне просто обидно. Из других городов люди приезжают. Вот просто я вот честно могу сказать, что все там говорят, что москвичи зажрались. Ну, такое ощущение, что реально многие вот так вот. Все там все знают, что ли. Я не пойму никак. Вот. Никто знакомится, общаться не хотят. Там все остальное. Для меня это вообще непонятно. Там люди со всей России приезжают. Просто у нас так по-дебильному страна выстроена, что хаб находится вот в центральных городах. Я вот из Саратова толком улететь никогда не могу. И мне просто физически проще встретиться там, чем, например, в каком-то другом городе. Потому что туда напрямую долететь невозможно. Ну, вот. И вот это просто идиотизм. И здесь вот связаны вот с этими всеми моментами, с нюансами. Это просто опыт и все. И с товаром вот так и работаем. Так что все сети, все продажи, все остальное, я думаю, будет просто конкуренция России с каждым годом. И потому что будут бюджеты на маркетинг гораздо больше и больше. Люди приходят с большими деньгами и более профессиональными командами. Потому что то, что было, например, я не знаю, два года назад, поменяло сильно. Но опять, я уверен, русскоязычная, я не знаю, как это сказать, армия продавцов все равно мы значительно проигрываем индусам и китайцам. Там сравнивать нечего. Поддержка вся индусская. Даже вот эти вот, кто там разбанивает индусы, я имею в виду там куча всяких тем серых, черных, индусы. Китайцев просто полно. У них там огромное количество людей и в Америке живет, и здесь. Ну, в смысле здесь. У них там в Китае, то есть, которые всем этим занимаются, производство под жопой. Бери и торгуй. Не понравился это, образцы и все остальное. То есть, ну, у них преимущество глобальное по сравнению с нами. Так что, работать надо конкурировать, а нам имеется информация в этом наша сила, мне кажется, потому что по-другому никак. Или переводить на коммерческую основу, все как обычно. Жесткую. Что еще? Есть какие-нибудь вопросы? Или на сегодня достаточно? в этом, я подытожу, и на сегодня закончим. по поводу любого обучения зачем оно нужно однозначно это экономия времени и даже будет самый лучший бесплатный курс и все остальное оно не даст полноты глубины понимания ситуации и в любом случае вы будете на своих ошибках учиться дальше то есть вот как раз разговор о том куда направить и как направить это вот как раз курс технических уроков, занятий которые помогут именно запуститься даже может быть заработать и так далее но со временем продавая один товар, два товара вы почувствуете что у вас ну основная масса естественно я не говорю про выдающихся людей или там наоборот ленивых я говорю об основной массе людей обычных которые не обладают каким-то таким сверхспособностью будет все равно вакуум и будет нехватка информации и нехватку информации можно замещать многими способами первый способ это войти в какое-то сообщество где-то общаться вот мы пытаемся там онлайн, офлайн общаться, обмениваться информацией обмениваться опытом сегодня мне Никита предложил давай еще проведем как это сказать метап у людей у которых хотя бы там сто тысяч оборот есть вот говорит давай там ну в России наверное мало может там на Украине больше может там провести вот просто для обмена опыта вот я пока в этом смысла не вижу не знаю там чем обмениваться как бы и так обмениваемся но может быть когда-нибудь в будущем сейчас у нас такая сборная солянка то есть и новички совсем и старички совсем и что-то среднее вот но в любом случае будет яма и второй момент это время то есть вы это сделаете гораздо быстрее как бы там ни было в любом случае это вы сэкономите простое время по деньгам сэкономите не сэкономите не знаю кому как везет вот здесь от многих факторов зависит в принципе все то есть вот это вот наверное такой самый основной посыл вот общайтесь больше обмениваться информацией выбирайте лучших ну и все еще есть кому-нибудь добавить что-нибудь прохода нету тогда все всем удачи всем пока